Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю, Господу! И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры! Нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Аллилуйя! И Господь Иисус Христос, Он посреди нас, Он с нами во все дни до скончания века, как Он и говорил об этом ученикам Своим и говорит всем нам до скончания века. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Благодарю Тебя, Боже Всемогущий! Благодарю Тебя, Ты с нами, Боже Всемогущий! Ты среди нас, а самое драгоценное, Ты в наших сердцах, самое великое, самое прекрасное вообще, что есть, это то, что Ты внутри нас, наших сердец. Боже, Ты в нашем разуме постоянный, Господь Боже, Тебя мы мыслим, Господь, Тебя проставляем, Боже, Тебя восхваляем. Спасибо Тебе за доброе утро! Благодарю Тебя, Господь, за братьев моих сестер, благодарю за тех, кто онлайн вот так вот подключается к этим трансляциям, Боже, действительно великая честь вот так вот проставлять Тебя, Господь Боже, вместе с братьями и сёстрами. Спасибо Тебе, Господь, спасибо! Боже, и Ты говорил, где двое или трое во имя Твое собрано, там и Ты посреди. Боже, Ты действительно не просто даже в нас, но Ты вот таким удивительным образом во всей Своей полноте находишься среди нас, пребываешь среди нас во всем Своем могуществе царственном. Слава Тебе! Благословен Ты, Бог наш! Подлинно Ты, Ты и только Ты! Слава Тебе! Аллилуйя! Арсений, да, подключился. Шалом! Христос посреди нас! И есть, и будет! Шалом, шалом! Слава Богу! Да, братья и сёстры, Инночка, приветствую своих домашних, да, кто подключился сейчас. Вот, братья и сёстры, сегодняшним утром воздаём Богу хвалу и славу. И вот из послания к римлянам, вот, вместо Писания я вверху там указал уже, Царство Божье, да, то или то, или то рассуждение, что есть Царство Божье, да. То есть, Церковь Божья, да, это как представительство Царства Божьего. Это и есть Царство Божье. Царство Небесное. И что это? Что есть, ну, народ Божий, что есть вообще свойства Божьего народа? Царство Божье. Праведность и мир, и радость во Святом Духе. Аллилуйя! Это послание к римлянам, 14, 17. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот, что есть Царство Божье. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Аллилуйя! Праведность, мир и радость во Святом Духе. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо. Благодарю Тебя, Божий Всемогущий, что этим утром, Господь, Царство Твое, Боже, воспевает Тебя, Царя нашего, Царя Царей, Господа Господствующих. И мы, Господь Божий, поданное Царство Твоего, восхваляем ныне Тебя этим утром, Боже. Ифимия молитв поднимается в предлецо Твое, Господь, Боже, слава Тебе. Аллилуйя! Благослови, Господь, народ своим миром, благослови, Господь, сегодня всех нас, Боже Всемогущий, подданных Твоего Королевства, Великий Король. Аллилуйя! Подданных Твоего Царства, Церкви Твоей, которые столб и утверждение истины, Царство Небесное, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Боже, за Царство Небес, слава Тебе, Аллилуйя! 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 Праведность, мир и радость во Святом Духе, Боже, слава Тебе, благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, слава Тебе. Спасибо. Благодарю, Господь, что этим утром обновляется милость Твоя к нам, Боже, в наших судьбах происходит это обновление, Господь, чудесное, святое обновление. Благодарю Тебя, Господь, Боже, что по утрам наши души особенно восприимчивы к этому обновлению, к этой обновляющей силе Святаго Духа, праведность, мир и радость во Святом Духе. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя за Духа Святаго, Утешителя. Благодарю Тебя, Дух Святой, пребывающий в нас, верующих, и среди нас, созидающий Церковь. Аллилуйя, Аллилуйя. Дух Святой, утешающий, освящающий, праведность дающий, мир дающий и радость. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. И там, где праведность, мир и радость, там Дух Святой. Там, где нет праведности, мира и радости, там нет Духа Святаго. Это характеристика Царства Божьего, Царства Небесного. Духа Святаго Самого Аллилуйя, Аллилуйя Спасибо, спасибо Тебе Господь Потому и благодушиствуем мы всегда Господь Божий в Тебе Пребывая Потому как праведность, мир И радость В Святом Духе Это то, чем мы живем То, в чем мы пребываем Господи, слава Тебе Благословен Ты Царь Всей Вселенной, Аллилуйя Аллилуйя, Слава Тебе Слава Тебе Праведность, мир и радость В Святом Духе Аллилуйя Благодарю Благодарю За все Тебя Благодарю Иисус Благодарю 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 За все Тебя благодарю, Иисус, благодарю, благодарю, за все мой Бог, благодарю, аллилуйя, слава Тебе, аллилуйя. Братья и сестры, приветствую всех, кто подключается, кто подключился, слава Богу, благоставляю вас, возлюбленные друзья мои, Елена, да, написала, шалом, возлюбленные Божии, этот день сотворил Господь для славы Его, аллилуйя, благо Господь, дающий нам мир и благодать, аминь. Тамара, милости Господа, говорит, бесконечный, аллилуйя, Петро, доброе утро, за все слава Богу, аллилуйя. А у нас вечер, да, в Канаде, ну, привет всем святым в Канаде, да, у вас вечер, ну, а у нас утро, да, где-то ночь, а где-то день, ну, такая земля, Господь сотворил огромной нашей землей. Ну, конечно, для нас, людей, это огромная земля, но, как говорится, мы все под Божьим покровом, вот, от края до края, действительно, огромнейшее пространство, много стран, да, множество народов, вот, и пусть славится имя Господа, Иисуса Христа, по всем странам, по всем народам. Слава Богу всемогущему, аллилуйя. Благодарю, благодарю за все Тебя, благодарю, Иисус. Благодарю, благодарю за все Тебя, благодарю, Бог мой, благодарю. Слава Тебе, Господь, Бог всемогущий, благослови нас сейчас, Боже, Иисус, хлебопреломлений, благослови нас, Боже наш, слава Тебе, слава Тебе. Царство Божье, это не питье и не пища, нет, это праведность, мир, радость в Святом Духе. Да, поэтому, дамы и господа, братья и сестры, и хлебопреломление, да, потому, раз оно совершается в Духе Святом, Духом Святым, это не просто хлеб, плод виноградной лозы, но у меня сейчас вот просто вода, допустим, в данном случае, сегодняшним утром, вот, не купил я вчера, как оказалось, да. Но нет сока, ничего, я вот, просто хлеб и вода, потому что Царство Божье, да, и все, что есть в Царстве Божьем, да, это не просто плоть, это не просто вещественное, нет, это совершенно другое, это иное, это праведность, мир и радость в Духе Святом. И Господь Иисус, совершая таинство, да, Он тайну великую, Он сказал, пейте из нее все, указывая на чашу, «Это есть кровь моя, Нового Завета, кровь Нового Завета, которая изливается за нас, и сегодня я рассуждаю о крови Христа». Он взял хлеб, дал ученикам и сказал, ешьте, это есть мое плоть, тело мое, которое ломится, преломляемо за вас, за всех. И сегодня, взяв хлебушек, я рассуждаю о теле Христа. И я понимаю, что сама Евхаристия, хлебопреломление, это не просто пища или питье, нет, 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 это не даже вот это внешнее, что сейчас я вижу своими глазами, нет, это иное, это намного большее, это праведность, мир и радость в Святом Духе. И причастие Евхаристию мы совершаем не просто ртом и желудком, нет, мы совершаем умом своим и сердцем своим. Оно совершается внутри нашего естества. Вот, и Машиах сказал, Христос, Иисус, Он сказал, что из сердца исходит, вот это оскверняет, то, что входит, оно не может осквернить нас. Я так рассуждаю, тем более осветить, тем более не может, то, что входит в нас, то, что мы кушаем, оно не может нас осветить. Вот, а что может нас осветить? То, что исходит из нашего сердца. Вот, если оскверняет человека лукавое помышление, оскверняет человека то, что исходит из его сердца, всякие вот эти вот мотивы, да, вот эти неправильные, вот это вот зло, будем договорить, исходящее, вот это оскверняет человека. Не то, что он кушает, допустим, да, значит, там что-то он съел, там такое некошерное, там, да, значит, а то, что он, что исходит из него, из его сердца. Вот это оскверняет человека. Освещает тоже, Роза подключилась, да, доброе утро, доброе утро, Роза. Всех приветствую, братьев, сестер, слава Богу, аллинуя. Вот, и, так вот, а что освещает нас? Наше размышление, наше рассуждение, благие наши рассуждения, наше рассуждение, вот действительно хорошее, то добро, что исходит из нашего сердца, из нашего ума, те благие намерения, те вот, ну, хорошие пожелания, вот эти вот, действительно, то добро. А самое великое, что может нас освещать и освещает нас, это рассуждение о Слове Божьем, рассуждение о теле крови Христа, рассуждение о Боге, об истине Божьей. Это самое великое, что может освещать человека, это очищает, освещает человека, естество человеческое. Спасибо тебе, Господь, благодарю тебя, Боже всемогущий. И сегодня рассуждаем о теле и крови Господа нашего Иисуса Христа, рассуждаю о теле и крови, аллилуйя. Будем освещаться Словом, аминь, аминь. Вот как раз и освещается Словом, вот как раз и это и происходит. И рассуждая над, действительно, Словом, для нас Слово, для кого-то, может, Слово, это просто записанное где-то, да, Слово, но для нас Слово, это живущий в нас, да, это Слово. И для нас Слово, это материализовавшееся, потому что мы знаем, верующие, что Слово стало плотью. Для нас Слово, это не просто звук, для нас Слово, это не просто даже слова. Для нас Слово, это Сам Иисус Христос, Слово, ставшее плотью, Слово, пришедшее в этот мир, Слово Отца, Слово Бога, ставшее плотью, ставшее человеком. Спасибо тебе, Господь. Поэтому, когда я говорю о Слове Божьем, да, я имею в виду, конечно, и записано в Библии, да, имею в виду то, что Бог говорит, да, но в первую очередь для меня это сама Личность Иисуса, для меня это Сам Иисус Христос в первую очередь. Он есть Слово Божье. Если, допустим, толковать Слово можно и так, и сяк, допустим, конечно же, да, и поступки Иисуса тоже можно по-разному, конечно, толковать, безусловно, но в целом именно явил Бога именно Сам Иисус, явил Бога правдиво, правильно, вот, если до рождения Иисуса, до прихода Машиаха, да, когда человеческий род, изучая Тору, изучая пророков Писания, могли уходить чрезвычайно порой далеко, то вот теряя вот эту целостность восприятия Слова, целомудрие теряя, к сожалению, к прискорбию, да, мы это констатируем, что и сегодня такое мы видим, да, но когда мы взираем на Машиаха, пришедшего уже, да, на Христа, который сейчас здесь, мы действительно, мы понимаем, что да, вот всякие вот эти вот кривотолки, всякие кривотолки Слова Божьего, они все уходят, всякие вот эти вот блуждания вокруг, около, уходящие в сторону куда-то, да, вот, они все уходят, почему? Потому что мы знаем, мы видим, что, как Иисус явил вообще Бога, как Иисус явил Бога, и вот для правильного, вот, толкования Слова Божьего, конечно, разные есть системы толкования Слова Божьего, для меня самое первое, самое главное толкование, как Слова Божьего, взирать на Иисуса, а потом через Иисуса я читаю Библию, через Иисуса я смотрю на все, что я слышу вокруг, значит, там, рассуждаю над тем, что слышу вокруг, смотрю на все, что я вижу вокруг, взираю на Иисуса, как бы через Него, как в том фильме, опять забыл название, про, в этот раз в Туле мы посмотрели тоже, старый фильм-то фантастический, американский, короче, старый фильм там, там, короче, такая вещь, ну, фантастика, там какие-то инопланетные, какие-то существа непонятные, которые оккупировали, значит, уже землю так, тихая оккупация, такая гибридная такая оккупация у них началась такая, они вроде как бы без объявления войны и прикидываясь человеками, как бы оболочка человека, а естество вот это свое, и они как бы все больше и больше их, человека все меньше и меньше получается, вот, и так вот гибридно они вот так вот подло и захватывали землю, и, значит, ну, Америку, по крайней мере, да, значит, там, и, а люди не поймут, в чем дело, что-то все как-то вокруг меняется, как-то непонятно, они не видят этого процесса, а в церкви там, там здание церковное, там, значит, люди собирались, и они как бы, они понимали правду уже, у них был какой-то там, значит, секрет, и один из секретов какой, у них какие-то очки такие они разработали, прям там в церкви, у них был склад даже такой, значит, и там один мужчина, он, значит, короче, вот такие очки, он не сразу сообразил даже, одел, значит, очки, и он видит, о, совсем другой мир, видит, вроде обычный человек, о, а там какая-то инопланетная непонятная сущность какая-то вообще, оно какое-то, значит, раз там смотрят рекламу, значит, она совсем по-другому выглядит вообще, там деньги предлагают ему, допустим, он смотрит на деньги, а там написано «Я твой Бог» или что-то такое, там, то есть, вообще там, то есть, значит, получается все, ну, как бы, другая суть вещей видится, как бы, ну, это просто фантастика, казалось бы, да, но, в принципе, духовная правда-то отображается, потому что большинство людей, к сожалению, на Земле, вот, констатируем печальный такой факт, что не понимают, что происходит вообще, вот, а происходит такая гибридная война, на самом деле, значит, все вроде люди, да, но здесь главный, вот, гибрид, будем так говорить, это сатана, дьявол, вот, и вот такое происходит, к сожалению, на этой Земле, значит, и чтобы правду увидеть, правдиво увидеть и себя, увидеть все вокруг, взираем на Иисуса, Он, на Слово, Он есть Слово Божье, и Он есть действительно Тот, кто открывает нам истинную суть всего, да, это правда, без Иисуса, даже если Библию человек возьмет в руки, да, но без Иисуса, она окажется для него темным лесом, без личности Иисуса, который явил Бога правдиво, максимально возможно для человеческого рода, насколько это максимально возможно, вот, и в том поколении, 2000 лет назад это было все, да и сейчас, насколько это возможно для человека вообще, явить Бога, Иисус явил Слово Божье, явившее Бога, знаете ли, вот есть Слово, да, вот я, примерно, сказал какое-то Слово, допустим, да, и нашлись какие-то толкователи, допустим, вырывают из контекста, какие-нибудь там, значит, там, значит, ну, негодных людей тоже хватает таких, да, вот, под видом христианства тоже существует, значит, очень всякое, очень разное, и вот, значит, и толкуют, что я, мол, сказал, та, то-то, имей в виду то-то, самое интересное, я жив, я сейчас, я современник, и я читаю об этом, и я думаю, вот это да, если при жизни моей, значит, мне приписывают то-то и то-то, то, представляете, значит, там, после жизни уже, да, после смерти, что могут, значит, там, истолковать, как могут, вот, и любого учителя, любого проповедника могут истолковать так, вот, я там даже написал, там, пару раз, значит, потом уже думаю, ну, это как бы, ну, трудно говорить тому, кто не хочет учиться вообще, не хочет слушать, что я имел в виду именно вот это, то есть, как бы, я, вот, это мое слово, и я его подтверждаю, что я имел в виду вот это, а не вот то, что вы там себе вообразили, так интересно, вот, и вот Бог сказал слово, Бог даже написал, 10 заповедей написал перстом даже, потом еще, значит, сказал много слов, постановлений, значит, там, Моисей записал много постановлений, правил, значит, еще своих там правил, там, как Иисус сказал по жестокосердию вашему даже, вот, а Моисей дал эти заповеди некоторые, вот, да, то есть, очень разные, и все это за столетия обросло с такими толкованиями, что Бог имел в виду, мол, это, нет, Бог имел в виду это, Бог имел в виду совершенно другое, или пятое, или десятое, И разные школы толковали по-разному совершенно. И слава Богу, что, да и сейчас толкуют тоже по-разному. И в христианстве, и в иудаизме, и вообще, ну, в мировых религиях Богу приписывается, там, сотни, тысячи религий, и Богу приписывается Творцу неба и земли порой такое, что, ну, хоть стой, хоть падай, честно говоря. Да, Лидия, да, значит, шалом, пастор, доброе утро, доброе утро, аллилуйя. Вот, но чтобы навести порядок в этом бардаке, потому что, представляете, с высоты небес Бог смотрит на сынов человеческих, настолько все извратилось, что Творцу приписывают и то, и пятые, и десятые, и даже в его народе, там, в Израиле, там, такое городили, что не приведи Господь. И знаете ли, и что же делает Отец? Он посылает Слово Свое, воплощаемое, Слово, ставшее, становящееся человеком, Слово, ставшее человеком, Иисуса Христа, чтобы Он раз и навсегда разъяснил, товарищи, вот, что есть Слово Божье. Именно это имеет в виду Бог, а не что-то другое. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Прекратите, замолчите, прекратите, перестаньте. Бог хочет, не приписывайте Ему того, чего там нету вообще, что Бог не имел в виду. Да, многие там законы, правила, постановления жестокие, да, но вы поймите генеральную линию, Бог есть любовь. Нет, не война. А как же кровопролитие, а как же Бог повелел там убивать тех там, тех там, и прочее. А как же Авраам-то чуть не заколол своего ребенка, и прочие всякие-то вот эти вещи. Пожалуйста, не потеряйте из головы самое главное. Иисус, как бы я показал, что да, всякое было, и много всего было, но Бог есть любовь. И Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Бог для искупления всех, предал себя на кресте. Доказал Бог свою любовь. Доказал. Ему пришлось доказывать свою любовь. Ему пришлось доказать, потому что хоть кол на голове чеши, человеческий род такой упрямый. Вот. И гомо сапиенс, да, гомо религаре. Человек религиозный и человек разумный, казалось бы, да. Но, как выяснилось, да, совсем другой. Религаре в плохом смысле и никакой не сапиенс. Вот так вот. Вот. И чтобы доказать на самом деле свою любовь, Бог пошел на самую крайнюю меру. Чтобы у нас просить прощения у людей, у человеков, отдал самого себя, сына своего единородного. Примирил с собой весь мир, примиряясь. И просит прощения первым не тот, кто, как правило, даже в человеческом роде, не тот, кто больше всего там набедокурил или виноват. А чаще всего тот, как раз именно тот, кто больше любит, кто больше ценит, больше понимает. Вот. Он как раз просит прощения. Вот. И это правда на самом деле. И это независимо от возраста, национальности, пола, там, расы. Независимо ни от чего. Зависимо от того, что внутри. Любовь или не любовь. Любовь или не любовь. Истина или ложь. Истина или ложь. Любовь это истина. Не любовь это ложь. Вот. И Бог пребывает в любви. Он сам есть любовь. И Он доказал свою любовь тем, что отдал своего Сына за нас. Вот я рассуждаю сегодня о теле крови Христа, Господа моего, Спасителя моего. Вот. И я знаю, что Он доказал свою любовь. однажды и навсегда, приобрел нам искупление вечное. Аминь. Шалом, Иночка, шалом, шалом. Да, приветствую свою супругу драгоценную, Инну Сергеевну, приветствую наших детишек всех, внуков, котов, всех наших приветствую. Благоставляю вас во имя Господне. И сегодня преломляем хлеб, тоже приготовьте, если сока нет, то даже вот как у меня сегодня, у меня просто вода. Я налил просто кипяченой воды сюда себе, у меня хлебушек есть, вот еще остатки того лаваша. Вот, и, ну, я к шабату куплю еще соку еще, вот, значит, а пока вот на хлебе и воде, но молюсь, рассуждаю о теле и крови Христа, потому что действительно причастие, оно не просто нашим ртом совершается, нет, нет, в Царство Божье и сама Евхаристия, вот, хлебопреломление, это не просто пища или питье, нет, это праведность, любовь, это мир, это радость, это вера, это надежда, это действительно то, что изнутри исходит нашего естества, в котором живет сам Спаситель. Это сам Христос, который есть Слово Божье, который являет Бога истинно. Поэтому, чтобы уразуметь Библию, чтобы уразуметь правильно записанное Слово, да, записанное в разных эпохах, в разных веках, разными людьми совершенно, вот, и чтобы не заблудиться в этом темном лесе, надо любить, это во-первых. А во-вторых, ну, для нас, новозаветных верующих, все гораздо еще проще даже еще. Принять Иисуса Христа в свое сердце, принять Его в свое естество, чтобы через Него, как вот через эти вот очки, и, кстати, Инна, как вот фильм называется, мы смотрели это вот когда в Туле, вот недавно-то, когда там инопланетяне там захватывали, значит, Землю, значит, там, значит, там такая гибридная такая была, у них такая тактика под видом людей, и там мужик там тот, который в церкви взял эти очки такие специфические, да, одевает, смотрит и там видит, где есть человек, а где есть там нечто, какая-то сущность. Спроси там Колю там или кто, насчет, как фильм называется, напиши мне здесь сейчас. Интересно даже, он просто как иллюстрация, я думаю, можно даже какой-то взять, скачать там фрагмент какой-то там, вырезать, как иллюстрацию хорошую такую можно сделать, ну, для вот такого какого-нибудь там слайд-шоу, не знаю, там, там же есть и видео тоже, можно, вот. А я как раз в семинарии буду скоро уже, здесь в Киеве преподаю, буду преподавать снова в этом году учебным, кстати, с началом учебного года всех поздравляю, да, друзья. Да, и, значит, и самого себя поздравляю, потому что тоже начинается учебный год. В Киевской, Славянской, Ивангельской семинарии буду преподавать, значит, и очень интересная тема будут. И как раз это вот будет, а, называется «Они среди нас», а, «Они среди нас». Надо посмотреть, будет фрагмент скачать, вырезать какой-то фрагмент такой. Как раз вот пару фрагментов, думаю, где он очки одевает и видит как раз другую реальность. Как оно на самом деле, как оно есть на самом деле. Не замутненное через, там, эти, вот, СМИ, там, телевизор, там, зомбоящик, будем так бы там показан, действие зомбоящика. Вот, значит, а реально, когда он видит настоящую реальность, оно его шокирует. И люди даже отказываются верить в эту реальность. Вот, они привыкли вот ко лжи. Вот, и для нас, вот такими, как бы, волшебными очками, такими, да, как бы, является личность самого Иисуса. Она показывает нам Слово Божье, оно показывает нам действительно все, как есть. Вот, но самое главное, оно нам показывает, взирая на Славу Божью, мы видим самих себя. Мы видим праведность, мир и радость в Духе Святом. Аллилуйя. Видим любовь Божью. Видим Спасителя Господа Иисуса. Аллилуйя. Видим действительно детей Божьих. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Смотря через Иисуса, мы видим всегда стакан наполовину полным. Без Иисуса стакан всегда наполовину пуст. Без Иисуса, будем так, человек постоянный пессимист. С Иисусом, да, он всегда постоянный оптимист. Да, всегда, всегда, всегда. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Наши старшие братья и сестры на арене Римского Колизея, когда на них львов натравливали, цигров, хищников сжигали, распинали, они пели псалмы и радовались. Почему? Оставались оптимистами даже в самых совершенно таких трагичных ситуациях. Почему? Потому что взирали на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа. И вот как эти очки одеваем, мы видим реальный, мы снимаем всякие вот эти темные, розовые, там какие-то еще другие очки этого мира. Мы видим реальный мир, какой он есть на самом деле. А реальный мир, какой он есть на самом деле, Божья, настоящая, более реальная реальность, нежели эта реальная реальность. Божья реальность, еще более реальная реальность, это любовь, мир, радость в Духе Святом. Аллилуйя. Спасибо, Боже всемогущий, благословен Ты Царь всей вселенной, благословен Господь, Бог наш, Аллилуйя. Совершая хлебопреломление причастия Евхаристию, рассуждаем о теле крови Христа, братья, сестры, Лия, Адонайда, доброго Божьего ранку, мыру, Аллилуйя, дякую Боже, дякую, дякую за все, Аллилуйя. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, Я тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою, За жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, За все я благодарю, я Тебя, мой Бог, люблю, я Тебя, Господь, люблю, и за все благодарю. Аллилуйя, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за таинство тела и крови Твоих, Боже, я есть это тело и кровь Твоя, Господь, Плоть Твоя от плоти Твоей, слава Тебе. Я и Отец одно, спасибо, Господь, за это блаженное единство, Праведность, мир и радость в Духе Святом, за Твой божественный шалом, Слава Тебе, Господь, Боже Всебогущий, благодарю Тебя, Господь, что и тело мое является храмом Твоим, Господь. Я есть живой камень в этой стройке тысячелетий, слава Тебе, и Святой Израилев, слава Тебе, Великий Бог наш, Искупитель Иисус Христос и Утешитель Дух Святой, слава Тебе. Принимаю сегодня причастие, рассуждаю о теле и крови Господа моего, Спасителя моего, Целителя и Освободителя моего, брата и друга моего, Иисуса Христа, слава Тебе, Господь. Благословенный Царь наш, во имя Иисуса Христа, принимаем причастие, друзья, тело Христа, кровь Иисуса Христа, аминь. Тело Христа, кровь Христа, это Ты и я, это я и Ты, это Бог в нас, сущий, аллилуйя, слава Тебе, Господь. Аминь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, Господь, спасибо за Голгофу, за Крест. Слава Тебя! Благодарю Тебя за это мощнейшее, сильнейшее доказательство Твоей любви. За Крест, за Голгофу, за кровь, за плоть Иисуса Христа, ломимую за нас. Ты однажды и навсегда приобрел нам искупление вечное, доказав Свою великую любовь. Благодарю Тебя, Господь, за все. Благодарю Тебя и славлю. Благодарю, Господь, слава Тебя. Слава, слава и хвала. Слава Агнцу Божьему, сидящему на престоле. Слава живущему в нас и среди нас до скончания века пребывающему. Спасителю нашему Господу Иисусу Христу. Амилуя. Хвала. Аминь. 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 Спасибо, Господь. Спасибо. Благодарю, Господь, за спасение, дар Твой, за любовь Твою, за то, что Ты действительно просвещаешь нас, наши очи, чтобы мы видели, наши уши открывая, чтобы мы слышали. Истину. Твоя истина освобождает. Твоя истина делает нас свободными. И находясь в этой реальности, Боже, благодарим Тебя, Господь, за этот мир, мы начинаем слышать и видеть более реальную реальность. Реальность Твоего Царства. Которая есть праведность, мир, радость, вера, надежда и любовь. Аминь. 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 Лиада напишет. Аминь. Да. Тоже. Да. Так что, тот фильм назывался «Они среди нас», а Христос посреди нас. Да. Среди нас сам Христос. Вот так вот. Пусть Бог благоставит вас. Тоже. Лидия, да. Аллилуйя. Аминь. Пишет. Аминь. Да. Сестры, братья, родные мои, благоставляю вас всех. Родные, потому что... Он нас делал родными, Бог нас делал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Аллилуйя. Аллилуйя. Нас зовут мессиане, да. Мессия, Христос, Машиаха, Христос, Иисус, Иешуа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Благоставляю вас всех, друзья мои, братья, сестры. Благоставляю во имя Господне. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Божьей милостью, архиепископ Сергей Жуалев. Слава Богу. Аллилуйя. 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 Спасибо Тебе, Господь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца. Общение Святаго Духа. Со всеми, со всеми, со всеми нами. Аминь. До встречи. Вечером подключайтесь, друзья. Пусть Бог благословит. Аллилуйя.